Ни денег, ни грузов. В Татарстане набирает популярность мошенничество, связанное с грузоперевозками. Аферисты вклиниваются в логистическую цепочку, становясь тайными посредниками между отправителем и водителем. В итоге потерпевшие теряют репутацию товара миллионы рублей, судьбу которых порой приходится решать в судебном порядке. Как застраховать себя от подобных ситуаций, расскажет Анна Городнова. Процесс обмана, как правило, начинается с подачи объявлений на сайтах грузоперевозок. Злоумышленник под видом водителя звонит фирме-отправителю, получает заказ и тут же ищет настоящего водителя. Ему он представляется отправителем, озвучивает условия, конечную точку и оплаты. Если тот согласен, просит отправить личные документы, которые потом перенаправляет истинному заказчику. Мошенник звонит водителю, водитель скидывает ему документы, машинник скидывает документы на эту организацию, загружается и потом уезжает, не едет вот сюда, а уезжает на другое место, изменяет, то есть это изменение места разгрузки и здесь происходит уже хищение самого товара. Дальнобойщик проезжает на склад, получает направление, загружает товар и едет из точки А в точку Б. На полпути на телефон водителя поступает звонок от мошенника. Потерпевшему сообщает, что планы поменялись и необходимо следовать по другому маршруту. Перевозчик, думая, что все еще разговаривает с заказчиком, верит и доставляет товар в совсем другое место. Там он получает деньги и отправляется домой, еще не понимая, что отдал третьим лицам имущество, за которое, как правило, несет материальную ответственность. Получатель начинает звонить мошеннику, говорить о том, что где мой груз. Он говорит, вот я пока сломался, он же думает, что он с водителем разговаривает. И в данный момент груз привезти не могу, привезу груз завтра. В этот момент он отправляет груз в другую точку и там происходит его продажа. Мошенники, получая груз, выходят из цепочки, в то время как получатели, заказчики и водитель разбираются, кому, куда и когда был доставлен товар. Уже поняв, что произошло, обращаются в полицию. Схема запутанная, но способы защиты простые, напоминают полицейские. В момент загрузки товара представителю компании стоит попросить номер телефона водителя и сделать при нем же дозвон. Также рекомендуется обсудить действия в случае форс-мажоров. Когда контакт между сторонами налажен, схема мошенника терпит крах. Соблюдая подобные меры предосторожности, можно обезопасить себя от миллионных убытков.